27-й памятный знак жертвам политических репрессий появился на Спасском мемориале. На средства меценатов увековечили память погибших земляков в Карачаевце и Балкарце. Сегодня на мемориальном кладбище состоялся оставший уже традиционным митинг-реквием. Репортаж Людмилы Бачкиной. Здесь такое чувство всегда оставалось. Здесь, а вдруг здесь лежит кто-то из родственников. Маргарита Колесникова часто бывает на этом кладбище. Говорит, раньше тут не было травы, черная земля и белые камни. Каждый шаг здесь по костям безвинно погибших узников Карлага. Маргарита Максимовна тоже знает, что такое клеймо «Врага народа». Его удалось снять только в 1997 году. Ее мать знала немецкий и, когда жили в Сибири во время оккупации, переводила фашистам обращение земляков. Позже, по доносу, мать была арестована, а отец с детьми сослан. Я еще не родившаяся, но уже была враг народа. Что дети фольксдойч, враг народа за пособничество немецким оккупантам. Вы знаете, я не могла выходить на улицу. Я пряталась дома. Если я шла на работу, я боялась, что сейчас кто-нибудь скажет мне враг народа и покажет меня пальцем. За годы существования Карлага через него прошло около миллиона человек. Погибли сотни тысяч. Сколько их похоронено на этом поле, никто не знает. Первые памятники на Спасском мемориале появились в 2004-м. Сначала увековечить память замученных родственников и земляков решили финны, японцы, немцы и французы. Постепенно откликнулись другие страны и народы. На сегодня на огромном могильном поле в Спаске установлено 26 мемориалов. Депортированы в Казахстан были представители 62 национальностей. Сегодня свой памятник открывают балкарцы и карачаевцы. В общей сложности в Среднюю Азию было выслано 108 тысяч представителей этих кавказских народов. В вагонах для скота их везли в 14 эшелонах 18 дней. Срывающимся в пропасть такой поезд решили запечатлеть в камне. Людей просто не было возможности хоронить. Их выбрасывали. Выбрасывали с вагонов. И вот 5000 километров оно, я считаю, усеяно вот именно костями тех, кого во время высовывания не похоронили. Души их, может быть, будут покоиться теперь. Память о всех замученных и катаржанах в 1997 году в Казахстане был учрежден День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая. Митинг-реквием посетили заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тукжанов и Аким Карагандинской области. Память о прошлом нужна нам не только для того, чтобы исполнить долг перед жертвами политических репрессий. Она необходима нам и для того, чтобы не допустить повторения пережитого нашими предками. Продолжение следует...